всем привет это канал советы стоматолога не забывайте сразу подписываться а мы сегодня с вами разберем отечественную пасту стоматол sensitive который обещает нам снижение чувствительности зубов и десен и паста содержит фтор также паста на 93 процента содержит натуральные ингредиенты и не содержит парабены cls и слез вот за силы с особенно за его отсутствие пасти всегда большой плюс сбоку здесь есть описание это профилактическая зубная паста состав пасты разработан на основе патента прошедшего клинические испытания включающего в себя инновационные комплексы оба комплекса состоят из уникальных компонентов которые обладают синергией по отношению друг к другу и действует по двум ключевым направлениям первый комплекс оказывает реминирализующую функцию за счет ионов кальция фосфора и фтора растворять зубной налет возвращает естественную белизну зубов и защищает их от кариеса в его формулу входит высококачественный абразив дикальций фосфат дегидрат и близкие к составу зубной эмали второй комплекс оказывает положительное влияние на десневые ткани вокруг зуба парадонт очищает ротовую полость от микроорганизмов вызывающих неприятный запах перфтор декалин смягчает поверхностный слой дисне насыщает ее активным кислородом и стимулирует процесс укрепления зубной эмали и десен и дальше нам как раз показывают как это все друг с другом взаимодействует и в принципе это все описание поэтому мы переходим как всегда к составу и так на первом месте идет как раз дикальций фосфат дегидрат это абразив и кстати говоря индекс абразивности здесь конечно нет после сорбитола и воды идет силика это диоксид кремния это еще один абразив тетракалия пирофосфат предотвращает затвердевание зубного налета то есть его превращение в камень может служить и как регулятор кислотности имеет средний фактор опасности после него мы видим кокосульфат натрия это баф он заставляет поступенится и он имеет низкий фактор опасности ксилит является таким противокориозным компонентом за него всегда большой плюс пасти тот же гидроксиапатит это действующее вещество для укрепления эмали и за него тоже плюс про следующий компонент мы с вами уже читали он имеет низкий фактор опасности далее мы натыкаемся на монофторфосфат натрия это фторит который тоже укрепляет зубную эмаль а дальше пошли экстракты трав ромашки календулы шалфея тысячелестника и кора дуба поливинил пиролидон является средством против пятен считается мягким природным абразивом это уже третий абразив составе далее мы видим хлорид калия и нитрат калия эти два компонента снижают чувствительность зубов сахарин натрия подсластитель после него мы видим алантаин он имеет низкий фактор опасности является противовоспалительным компонентом полезным для слизистой неожиданно тут мы натыкаемся на лактат кальция это биодоступный кальций тоже для укрепления эмали профилактики кариеса и нас всегда учили что фторы кальций не могут существовать в одном тюбике потому что они связываются в нерастворимую соль и выпадают в осадок если производитель каким-то образом нашел как сочетается эти два компонента и действительно работают в полости рта то почти большой плюс если нет то это большой минус соответственно потому что какого-то полезного действия для эмали практически не будет если только за счет гидроксиапатита следующий компонент гидроксиоцета фенон является антиоксидантом усиливающим действие консервантов имеет средний фактор опасности после него мы видим биозол этот консервант соответственно с низким фактором опасности и последний компонент ментол теперь мы с вами откроем пасту и посмотрим как она выглядит внутри есть такой вкладыш где рассказывается про пасты стоматол как раз про эти два комплекса которые действуют на эмаль и на десну и разные посты которые у них в линейке есть если вам будет интересно потом можете посмотреть можете почитать вот я на этом останавливаться не буду и теперь к пасте тут есть конечно же мембрана защитная пасте за это большой плюс просто достаточно густая обычного белого цвета моя оценка где-то 5 6 из 10 несмотря на сочетание второе кальция минус можно поставить за наличие фториды это ограничивает использование пасту пациентов с флюорозом а также за неизвестный индекс абразивности плюс за ксилит и гидроксиопатит за отсутствие CLS и также в отношении повышенной чувствительности я думаю что паст работает хорошо за счет хлорида калия и нитрата калия но остается вопрос именно в укреплении зубной эмали поэтому я как всегда буду ждать ваших отзывов если вы пользовались этой пастой а я пока что с вами прощаюсь увидимся в следующем видео